Всем привет! Хочу признаться, я в ярости и не понимаю сколько это еще будет продолжаться и что еще должно произойти, чтобы все до единого задумались. За последние полмесяца произошли просто шокирующие события, которым я считаю обязан дать огласку на этом канале. 36-летний украинец Василий Черней потерял сознание на предприятии в Польше. Однако начальница вместо того, чтобы вызвать скорую или показать врачу, отвезла мужчину в лес и оставила умирать, поскольку боялась, что властям станет известно о нелегалах в ее фирме. Труп был обнаружен 14 июня в лесу недалеко от Вогровца. Скоты! Как так можно? Это же человек! Для кого-то это муж, для кого-то сын, для кого-то отец, а его просто взяли, выкинули как мусор. Сейчас идет следствие. Виновные уже найдены. И я искренне надеюсь, что этих нелюдей просто заставят отвечать по полной. По данным полиции, более 21 миллиона крон было спрятано в квартире гражданина Украины, в чешском городе Велки-Мазиржичи. Полиция обвинила задержанного в нескольких преступлениях, включая уход от налогов и нелегальное трудоустройство. Выставляя фиктивные фактуры, он создавал ситуации, когда фирмы существовали только на бумаге. Налог в результате никто не платил. Нехило так! Почти 1 миллион долларов. Это он поимел государство. Это он поимел обычных рабочих. Представляете, вот отработал человек на одного из таких пархантов 2 года и даже не сможет продлить рабочую карту, потому что налоги не платились. По сути, человек даже не работал. Социальных взносов тоже не было, а значит о каком-то страховом трудовом стаже для пенсии можно просто забыть. И медицинская страховка само собой не платилась, а значит ситуация, которая была в первом случае, может просто повториться. Как видите, такая деятельность идет полностью нелегально. И если в случае невыплаты работнику денег, то просто ему тяжело будет что-либо доказать. Ведь по документам он не работал. Для этих неблагонадежных агентур и работодателей человеческая жизнь ничего не стоит. И в случае происшествия на предприятии какого-либо ЧП, человека просто выбросят, как отработанный материал. Просто на обочине умирать. В прямом смысле этого слова. Ведь за нелегальное трудоустройство никто не хочет платить штрафы, а они большие. Друзья, услышьте меня. Будьте благоразумны. Вы должны как минимум быть защищены, как юридически, так и социально. Цена нелегального труда может стоить жизни. Вашим детям нужны родители. А родителям нужны дети. Нелегальный труд не должен стать причиной разрыва этих связей. Человеческая жизнь бесценна. Прежде чем ехать или чем-либо заняться, всегда взвешайте все от А до Я. Тот, кто едет за границу работать, должен как минимум иметь официальный контракт, где написано, сколько вы будете зарабатывать. Как минимум разрешение на эту работу, куда вы едете, от Министерства внутренних дел. Как минимум медицинская страховка того государства, в которое вы едете. И не верьте простым словам и обещаниям всяких там посредников или работодателей. Верьте только документам. Рекомендую обратить внимание на все мои видео. Это кладезь знаний. В них подробная инструкция, как трудоустроиться официально напрямую. А главное бесплатно, без каких-либо помогал. Как реагировать, когда вас обманывают и многое другое. Не ведитесь на деньги, не проверив все детально. Ваше здоровье и ваша жизнь важнее, чем пара купюр. Кому есть что добавить, жду всех в комментариях. Всегда ваш авантюрист Николай. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok